Угрозы, аресты и постоянное давление. Так один из главных оппонентов действующего белорусского президента Александра Лукашенко описывает атмосферу предвыборной кампании в стране. Предприниматель Валерий Цепкало сейчас находится в Москве, скрываясь, по его словам, от политического преследования. О нынешнем белорусском лидере говорит. Он не хочет проводить честное голосование. Он делает все возможное для того, чтобы фальсифицировать. Он демонстрирует белорусскому обществу о том, что он все равно эти выборы сфальсифицирует. Как бы мы ни проголосовали, он все равно нарисует те цифры, которые он хочет. И не позволяет делать хотя бы здесь, как вот в России, что прозрачные урны для голосования, камеры наблюдения, где люди могут смотреть в онлайне, как это все происходит. У нас по-прежнему деревянные ящики, старые методы голосования и, естественно, старые методы подтасовки голосов, к которым он собирается прибегнуть. Бывший посол Республики Беларусь в США Цепкало вместе с детьми бежал в Россию. После того, как узнал, власти начали разбирательство с тем, чтобы лишить его и жену родительских прав. Риск велик то, что меня посадят в тюрьму, начнут процедуру того, что заберут одного из детей. И совершенно очевидно, что это будет таким образом прямое воздействие, и в том числе на мою супругу, которая сейчас ведет активную кампанию в нашей стране. Вероника Цепкало объединила усилия с Марией Колесниковой, координатором штаба другого несостоявшегося кандидата Виктора Бабарико, который находится под стражей. Они призывают голосовать за Светлану Тихановскую, жена арестованного популярного оппозиционного блогера Сергея Тихановского, который сам планировал баллотироваться в президенты, заменила своего мужа в борьбе за пост главы государства. После того, как Цепкало и Бабарико отказали в регистрации, в ЦИК посыпались многочисленные жалобы. Протесты в Минске и других белорусских городах были жестко подавлены силовыми структурами. Несмотря на это, оппозиционный митинг в поддержку Тихановской стал одним из самых многочисленных в стране за последние годы. Во вторник Светлана Тихановская заявила о том, что желает выступить в парламенте в один день с президентом Лукашенко. 3 августа он обратится с ежегодным посланием к народу и национальному собранию накануне начала досрочного голосования на президентских выборах. Тихановская считает, что это будет фактически предвыборной агитацией.